МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите. Фотовыставка, посвященная 50-летию стадиона Металлург, открылась в сквере юность. Для нас, для футболистов, играть на таком зеленом ковре был праздник. Долгожданная премьера, продолжение мультфильма «Король лев» в кинотеатре «Искра». Вообще потрясающе. Такая картинка. Песня, ну это вообще... Я в восторге полном. Как сыграли видновские мотоболисты против кометы из Краснодарского края? 20 июля 1969 года, день рождения видновского стадиона Металлург. К полувековому юбилею в сквере юность открылась выставка, посвященная славной истории этого спортивного символа нашего города. Сюжет Екатерины Коваленко. Десятки черно-белых и цветных фотографий. На выставке в сквере юность каждый желающий может прикоснуться к истории стадиона Металлург. От самых истоков до наших дней. Это сейчас видно и сложно себе представить без него. А в 1969 году появление спортивного сооружения стало для многих мечтой, воплотившейся в реальность. Особенно для профессиональных спортсменов. Для нас, для футболистов, играть на таком зеленом ковре был праздник. Потому что не травм, мяч хорошо катится, красивая игра строилась, потому что возможность сдать хороший пас, разыграть комбинацию. Это все давало новый стадион и новый импульс нашей игре. Честь провести первый футбольный матч выпала ветеранам и молодым спортсменам из клуба Московского коксогазового завода. Кстати, с тех пор эта команда также стала носить гордое название «Металлург». Сам же стадион возводился целых три года. Появились трибуны, а для футбольного поля привезли покрытие из Голландии. При работе активно использовался опыт специалистов столичного «Динамо». Большой вклад внесли и простые жители нашего города. У нас в центре работают три человека, которые кто-то в детстве с папой ходил на строительство этого стадиона, кто-то работая от организации тоже ходил, строил стадион, кто-то вспоминает, как они с родителями ходили на мотобольные матчи, кто-то на футбольные матчи. Все жители района, у всех есть своя какая-то история, своя частичка связана с нашим стадионом «Металлург». За пять десятилетий на «Металлурге» ковались победы местных спортсменов, причем не только футболистов, волейболистов, картингистов, но и, конечно, мотоболистов, которые прославили наш город на всю Европу. Кроме того, в разные годы на стадионе проводились самые значимые для города и района мероприятия, а с 1970-го здесь проходили торжественные празднования Дня Победы. Организатор выставки Владимир Меньшов признается, что найти на стендах можно и настоящие раритеты. Интересные фотографии, которые я увидел впервые вообще, как отмечался, то есть там идут ветераны вместе со своими детьми, то есть девочки в белых фартах, как там мальчики в пионерской форме, и они с ними идут в одной колонии перед трибунами стадиона. Трибуны были заполнены до отказа. Продлится экспозиция в сфере юности еще два месяца. В кинотеатре «Искра» одновременно со всей России стартовал показ анимационного фильма «Король лев». Современный зал кинотеатра позволяет сполна оценить красоту революционных спецэффектов, примененных в этом фильме. Посмотрел картину и поговорил со зрителями наш корреспондент Максим Козлов. В центре города вокруг кинотеатра кипит работа, но настоящих поклонников качественного кино эти временные неудобства не должны пугать. К кинотеатру «Искра» можно подойти без проблем, но сейчас к нему ведет только вот этот небольшой проход со стороны советского проезда. Дальше нужно пройти по деревянным доскам. В данный момент здесь действительно не очень уютно, но если мы спустимся по ступеням и подойдем к кинотеатру, то увидим, что вход в него абсолютно свободный. Рекламные щиты указывают на то, что главная сенсация этого лета – фильм «Король лев» уже в прокате. Здравствуйте. Две блядьки дайте, пожалуйста, на «Король лев». 500 рублей цена двух билетов. Звук Dolby Surround и огромный экран. Что еще нужно, чтобы оценить визуальную красоту и революционные спецэффекты фильма? Сравнивать этот фильм с первым рисованным невозможно, ведь он полностью создан с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Современная картина вышла на экраны 18 июля 2019 года, когда старому мультфильму исполнилось 25 лет. 10 апреля был выпущен первый трейлер, картине которой за первые сутки набрал более 220 миллионов просмотров. И хотя сюжет многие из нас знают с детства, история благодаря спецэффектам смотрится иначе. Действие фильма разворачивается в африканской саванне, повествует о молодом льве по имени Симба, который был изгнан из Прайда. Но годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон. Вообще потрясающе. Такая картинка, песня. Ну это вообще... Я в восторге полном. Мне понравилось очень сильно. Там все было как настоящее. То есть на мультфильм вообще не похоже? Когда, по-моему, там видела картинки какие-то, я подумала, что там все прям настоящее прям. Понравилось, понравилось. Очень хороший, поучительный. За две недели проката фильм уже собрал более 530 миллионов долларов. А это о чем-то говорит. Не пропустите и вы это зрелище. В кинотеатре «Искра» ждут вас. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Я знаю силу слов. Под таким названием в Центральной районной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное дню рождения самого громогласного поэта 20 века Владимира Маяковского. Прикоснулась к прекрасному и наша съемочная группа. В районной библиотеке сегодня звучали «Облако в штанах», «Левый марш». Вспоминали о лилибрик и футуристах. Так ведь новчане решили отметить день рождения Владимира Маяковского. С 19 июля 1883 года, то есть 126 лет назад, родился талантливый поэт, футурист, драматург и художник Владимир Маяковский. Когда-то его имя гремело на всю страну, а стихотворение знал каждый ребенок. Сейчас сетуют сотрудники и гости библиотеки, интерес к его творчеству заметно снизился. Он настолько редко где-то упоминается, где-то редко вспоминается. Даже по школьной программе сейчас уже дети стали намного реже. Я не знаю, прям единичный случай, когда приходят и спрашивают Маяковского. Поэтому сегодня нам хотелось бы вот его вспомнить и на самом деле послушать и узнать о нем с других, с многих сторон. Владимир Маяковский – это не только пролетарский поэт, как он говорил, но это вообще человек с большой буквы. И забывать о таких людях нельзя, никогда. Самый громогласный поэт 20 века, жизнь и смерть которого до сих пор окутана множеством домыслов и легенд, несмотря на свою короткую жизнь, оставил после себя довольно богатое творческое наследие. Отчасти потому, что рано начал писать. Он пишет в своих воспоминаниях о том, что когда он первый раз пришел в церковь, его привели, и он слышал молитву, которую батюшка читал. А он, конечно, не понимал смысла, но он слышал некий ритм. И в ритму к тому, что звучало в проповеди, он как бы первые свои стихи сочинил. «Крутись, крутись колесо, чтобы дело наше пошло хорошо». То есть он начал с детских лет сочинять стихи. Владимир Маяковский – один из самых любимых поэтов, члена литературного объединения имени Шкулева, поэта и прозаика Натальи Власовой. Из всего творческого наследия мастера слова она особо выделяет для себя его лирику и стихи ранних лет, которыми зачитывается со школьной скамьи. Та громадность, которая представлена в его стихах, его стремление постичь все, весь мир, охватить собою и выразить это в стихах, те новые пути, которые он искал в своем творчестве. Все это мне очень близко. Наталья хорошо знакома не только с творчеством поэта, но и с его биографией. Поэтому на встрече поделилась с присутствующими множеством интересных фактов. Стихи Маяковского в этот день тоже, конечно, звучали. Известно, какая у волков диета. Вместе с манжетами сожрали кадеты. Когда будете делать политику, дети, не забудьте сказочку об этом кадете. С законом, данным Адамом первой, клячу истории с загоним, левой, левой, левой. Не бы жить и жить сквозь годом час, но в конце хочу, других желаний нету. Встретить я хочу мой смертный час, так как встретил смерть товарища Нерго. Такие встречи, посвященные творчеству выдающихся поэтов прошлого, в Центральной библиотеке проходят уже с начала лета. Чей день рождения отметят библиотеки следующим, можно узнать на ее официальном сайте. Екатерина Борисова, Александр Бутников, Елена Кошелева. Видно этого. В рамках чемпионата России по мотоболу «Металлург» принимал комету из Краснодарского края. Зрители увидели множество красивых моментов в исполнении Видновского клуба. На матче побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете нашего корреспондента Арсения Рогозянского. Уже в дебюте встречи стало понятно. «Металлург» намерен упрочить лидерские позиции в чемпионате и в первой же атаке поразил ворота гостей. Президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев в победе своей команды ничуть не сомневался. Однако мудрый наставник знает, каждому сопернику нужно относиться серьезно. Я всегда говорю, любого соперника надо уважать. Естественно, по рейтингу комета стоит гораздо ниже «Металлурга». Но, тем не менее, эта команда такой твердый середнячок. И она запросто может любой сюрприз преподнести. Вратарь «Металлурга» Алексей Семенов сыграл против своего визави Евгения Яшина куда надежнее. Не оборонительный стиль игры гостей, неименитая фамилия галкипера кометы не спасли от натисков видновского коллектива. Алексей отметил основные недостатки команды из Краснодарского края в этой игре. Не в обиду Кущевской комете, они приехали на эту игру в не самом сильном составе. Несколько человек по объективным причинам у них не смогли приехать. Поэтому я думаю, что все-таки это ожидаемые три очка. После первого периода счет был неприлично разгромный. 6-0. Болельщики «Металлурга» в оставшейся части матча ожидали большего напора от соперника. Начало хорошее. «Металлург» сейчас в силе. «Металлург» сейчас набрал. Думаю, что... Но мы ждем и от кометы прибавления во втором периоде. Всегда болел за «Металлург». Поэтому ничего удивительного для меня нету с такой счет. С удовольствием всегда смотрю все матчи. В общем-то я в восторге от этой игры. В сухую обыграть гостей «Металлургу» не удалось. Зато забили еще 6 мячей и 2 пропустили. Итоговый счет 12-2. Следующий домашний матч «Металлург» проведет 25 августа со своим главным соперником в борьбе за чемпионский титул – «Ипатовским колосом». Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова